Я Аксана Пешкова и сегодня мы продолжаем прямой эфир, именно не прямой эфир, а тему, которую мы начали в понедельник, а именно работа с шоколадом. Работа с шоколадом и мы плавно с вами перетекаем в работу с кэнди-барами. Почему я считаю важным работу с кэнди-барами? Потому что впереди у нас лето, впереди открытый сезон и самое-самое время продвигать эту классную идею, как кэнди-бары. Кто бы что ни говорил, они никогда не выйдут из моды, они всегда будут иметь место быть, они всегда будут популярными и поэтому важно вам иметь этот инструмент в своем диапазоне владения и предлагать его клиентам. Поэтому серия прямых эфиров будет посвящена именно кэнди-барам. Приходите по пятницам в 12 часов в Instagram Cardamon Club в прямой эфир и задавайте вопросы, задавайте свои темы. Если вам что-то непонятно, пишите потом под видео, потому что я смотрю, я читаю и, соответственно, отвечаю. Один из вопросов у нас был про легализацию, про, соответственно, а как выйти там на маркетплейсы и так далее. В дальнейшем мы эту тему рассмотрим более уже внимательно, отдельно, может быть, даже пригласим какого-то эксперта, кто вам скажет, девчонки, вот так вот делайте, а вот так вот не делайте. Именно тема, как легализоваться нашим домашним кондитерам и так далее. Напишите мне, пожалуйста, слышно ли, видно ли меня, чтобы я понимала, что мы с вами на одной волне. И готовьтесь, как обычно, у нас всегда с вами идет голосование в прямом эфире, там единички, двойки, тройки. Ставьте, да, в зависимости от. Поэтому всем привет, если все хорошо, поставьте, пожалуйста, мне лайки, сердечки, да, там, чтобы я понимала, что вся сегодняшняя команда у нас, кто собрался, уже в теме, уже в курсе. И, соответственно, как обычно мы говорим, погнали. Ну что же, про шоколад мы в прошлом эфире разобрали, еще раз повторяюсь. Поэтому всем, кому страшно, тревожно, не получается, ой, боюсь, боюсь, а получится, мне не получится, а что делать с этим шоколадом, если не получилось и так далее. Соответственно, идите в прошлый прямой эфир, смотрите его, берите на заметку, потому что получился хороший, полезный. И, соответственно, очень многим прям ответил на их вопросы. Если у вас остаются вопросы, еще раз говорю, задавайте их под видео, делитесь этим видео обязательно со своими друзьями, подругами и так далее. Поэтому, что у нас осталось по шоколаду? Какое место имеет быть шоколад в кэнди-барах? И вообще, что такое кэнди-бар? Кэнди-бар – это красиво украшенный стол с многоярусными элементами, да, на палочках зачастую, потому что кэнди-бар очень часто заказывают на дни рождения. То есть вы сразу, да, понимаете, какой диапазон, как взрослых девочек, так и деток, чтобы это было красиво. На корпоративы заказывают, да, может быть, если я не перечислю, вы мне тоже помогаете. На свадьбы заказывают, соответственно, на какие-то фуршетные мероприятия и так далее. Да, благодарю вас, что вы смотрите наши рассылки, которые выходят по средам, на них можно подписаться в шапке моего профиля, потом после эфира подпишитесь. То есть, соответственно, то есть видите, какой диапазон у нас работы с кэнди-барами. Поставьте плюсики, кто рад такому широкому диапазону использования. И поставьте единички, пожалуйста, кто работает с кэнди-барами. Ну, кто их готовит, делает. И если у вас есть возможность, тоже подсказывайте мне, какие-то, может быть, лайфхаки поделитесь и так далее. Это будет замечательно, на самом деле. То есть, огромный диапазон. То есть, в принципе, размещая работы свои в соцсети, в своем инстаграме, вы можете вот этот вот диапазон закрыть. Скажите, крутая идея. То есть, вы можете даже на детских тортиках, на детских работах ориентироваться, на них сфокусироваться, да, чтобы не распыляться. Потому что я вас каждый раз призываю, дорогие мои девчонки, не распыляйтесь. То есть, выбирайте одну нишу и в ней двигайтесь. Если у вас это детская тема, то двигайтесь с ней. Если это взрослая тема, то двигайтесь с ней. Но кэнди-бары в этом плане вот такой вам диапазон открывают. Это реально замечательно, это реально круто. Это прям огонь, пожар, хэштег, надо брать все, как я люблю в этом плане. Поэтому, что такое, да, кэнди-бар? Это какая-то многослойность. То есть, это не в слое в одном стоит, все лучшее сразу на столе выставлено. Что-то повыше, что-то пониже и так далее. И тут входит в кадр моя любимая мелкая штучка. Это безэхи на палочках, зефирки на палочках, наш любимый шоколад на палочках, леденцы на палочках. Подставьте нужное, подставьте, напишите какие-то свои идеи, что можно на палочках. Кейк-попсы в скобочках, картошка наша любимая, она же тоже на палочках. То есть, мелкая штучка. А в кондитерке, ребята, чем меньше изделия, тем у него выше себестоимость. Чтобы вы понимали, если я, конечно, я, может быть, совру, те, кто делает леденцы, пожалуйста, поправьте меня, я вам прям призываю вас, да, кейк-попсы, да, спасибо большое. Ну, себестоимость леденца, по-моему, один или два рубля. Вот этот леденец, который у меня есть от Вики Брэдис на ютубе, мы с Викой разговаривали, можете посмотреть абсолютно бесплатно, ее реценит леденец у меня на ютубе «Кардамон клуб». Идите, смотрите. Рубль или два рубля себестоимость одного леденечика. Ребят, а продаете вы его за 50 рублей? Просто 50 рублей, конечно, не сравнится с тортом. Ну, типа, что 50, что там, тысяча, две, три, за сколько вы килограмм продаете? Как бы, вот, шашлычки, вот, макарон. Пишите, спасибо, шашлычки, машмеллоу, макарон, спасибо вам большое. То есть вы таки думаете, ну, в смысле, да? Но, ребят, а теперь посидите, подумайте, а сколько у вас времени занимает сделать леденец, без эху, машмеллоу, что-то из перечисленного мною по отношению к торту? И теперь посчитайте просто, ребят, еще раз говорю, бизнес – это про цифры, это не про эмоции. И просто посчитайте еще раз, да, а сколько у вас занимает, получается, себестоимость. То есть себестоимость, да, и процент вашей маржи. Да, 50 рублей – это нужно продать 100 леденцов, да, чтобы что-то существенное появилось. Но обычно покупают не один леденец, и вы не продаваете один леденец, продавайте порции, сразу 10 леденцов. Ну, что такое 10 леденцов? В принципе, это 500 рублей. Мне, как маме, за натуральный леденец, почему бы, да? Ну, опять же, за 80 рублей вы его можете продавать. Ну, серьезно вам говорю. Как бы поставьте, пожалуйста, мне пятерочки, кто вот сейчас осознал, что вот она, какая маржинальность, да, на леденце 2 рубля, ребят, и 52, 50. И вот из этого мелкоштучного продукта состоит ваш кандибар. Просто посчитайте, какая у вас будет маржинальность, и насколько у вас меньше будет, соответственно, о вопросах приготовления. Почему? Потому что без эхи можно сделать заранее, леденцы можно сделать заранее, кейк-попсы, дружочки моих, тоже можно сделать заранее и заморозить. Это вот просто секретный лайфхачина вам говорю. Никому, как обычно, секретных секретов не рассказывайте, просто берите и делайте. Вы понимаете, насколько вы, опять же, я призываю вас экономить ваше время на кухне. Почему? Потому что у вас оно очень ограничено. У вас есть семья, которая кушает, да, там по вечерам и так далее. И вам нужно за единицу времени произвести максимальное количество продукции. Поэтому все это вы можете делать заранее. В чем фишка? И мой любимейший шоколад вы тоже можете делать заранее, какие-то фигурки отливать. Просто их продаете пакетом. Фигурки там есть, усы мои любимые, помните, я их вам выставляла. Еще какие-то истории и так далее. Просто, да, глазировайте в путь. Спасибо вам большое, что вы мне затеяна надежда, да, вы мне так помогаете. И вам очень сильно благодарю. У меня ниша рисования с соками, чтобы детей это ваше, чтобы красители безопасны. Надо подумать об этой идее. Да, делать кэнди бары. Да, да, да. Да, торт отнимают очень времененько, не такой уж и большой зародок. Спасибо, что вы это понимаете. Это очень круто. Понимаете, в чем фишка? И еще раз возвращаясь к тому, что кэнди бар красивый. Вам закажут и на корпоратив, и на день рождения, и на свадьбы, и на все. Просто топеры. Опять же, топеры те же самые, бумажные. Вы тоже все это можете делать заранее. Выставлять прям пакетный кэнди бар. А вот какой мы делали. А вот какой вы можете у нас заказать. И так далее. А вот кэнди бар на день рождения Васечки. Ой, клево, да, Васечки понравилось. И опять же, как из прошлого эфира, мы говорили об этом. Отзывы выкладывать и все остальное. Да, спасибо. Берите, вдохновляйтесь. Кому это важно, прям мои идеи. Они не то, что мои. Я просто вам их аккумулирую. Я их ни в коем случае не прислаю. Вы просто забирайте их и пользуйтесь. Вы сюда приходите не просто так. Вы берете, пользуйтесь. Кому это важно, можете меня отмечать. Я к себе обычно выкладываю. Я буду вам благодарна. Если вы там... Ой, Оксан, я подчеркнула какую-то идею, услышала, воспользовалась. У меня прям все выстрелило. Я буду очень-очень за вас рада, честно вам говорю. Соответственно, то есть мелкая штучка. Вы таким образом удорожаете свой час. То есть вы за час не торт только один производите, а заранее. Все. Соответственно, вы выкладываете свою продукцию. То есть свои сборные кэнди-бары. Они должны быть реально красивыми, вкусными, сочными. Поэтому, ребят, еще раз, пожалуйста, я вас прям очень сильно умоляю. Если у вас заказывают кэнди-бар кому-то на день рождения, договоритесь с хозяйкой, с фотографом, доплатите денег за красивые фотографии. Потому что кэнди-бар, я вам клянусь, покупают только глазами. Как это понять, что я права? Откройте, пожалуйста, мой любимый Google. Вберите слово кэнди-бар и откройте фотографии. И просто сами. Не Оксану слушайте, не Свету, не Лену. Себя послушайте, когда вы будете смотреть на фотографии, какие фотографии вам больше понравились и захотелось вам воплотить идею, купить этот кэнди-бар, забрать себе какие-то моменты и так далее. Профессиональные фотографии или вот наши любимые убогие? Просто для себя ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. И, скорее всего, выиграет красивые профессиональные фотографии. Белые, светлые, чистые, пушистые. Это я к чему? К тому, что контент очень важен. Контент это считать фотографией. Понимаете? Поэтому добывайте фотографии кэнди-баров прям вот всеми возможными способами. Окей, вы скажете, Оксана, но у меня еще ни разу кэнди-бар не заказали. Что мне-то делать, да, там, Светя, обыкновенного фотографа из любимого сыфтовкара нашего, да, то есть там той самой образной Свети. Света, дорогая моя любимая, пожалуйста, озаботься о контенте заранее. Сделай фотосессию. Найди, пожалуйста, фотографа. Просто соседа-фотографа, который только начинает. Он в аккаунте подписан. Где их искать? Находите известных фуд-фотографов. Их не так уж и много, но они все известны. Да, там, Юлия Косма, моя любимая, та же самая, ой, вылетела из головы у меня девочка, не суть важна, вот Юлия Косма, та же самая, поищите, погуглите. У нее очень классные фотографии, сочные, мне правда очень нравятся. Она мне в аккаунте, я как-то раз выкладывала бургер такой агрессивный, можете найти такой дьявольский, прям почитайте. Пост как раз и так далее. Переходите к ней, заходите в тех, на кого она подписана, а лучше в тех, кто на нее подписан. Зачастую на нее подписаны фотографы, потому что они так же, как и вы здесь, забирают у Юлии идеи, пользуются ими, да, как бы пробуют что-то сделать. Все то же самое, вы в кондитерке, да, берете идеи, ребята в фотографиях, все. Просто методом подбора смотрите, кто вам нравится, из вашего города или нет. Пишите этому человеку, говорите, привет, Вася, я Света, мне нужно отфоткать кандибар, давай бартернемся. А я тебе кандибар весь отдам, да, там, скушаешь его с детками, весь контент ты можешь мой выкладывать, по хвостушке делать, а что я для Светы из ФТФКара это сделал, да. А я, соответственно, тоже буду пользоваться твоим контентом и тоже тебя буду отмечать. Реклама, реклама, все, все счастливы. Как вам такая идея? Ставьте мне, пожалуйста, шестерки, кому идея такая бартера, как бы самое оно. Все, что вы делаете? Вы нашли этого фотографа, прям нашли этого Васю из ФТФКара, этого фотографа прекрасного. Вы, соответственно, берете и готовите кандибар. Прям готовите. Красивые макаронцы. Если вы не умеете это готовить, найдите, кто это умеет готовить. Купите. Ваша задача просто вам нужно получить красивый фотоконтент и, если что, вы эти макаронцы купите. Поэтому это девочки. Не обязательно все само делать, понимаете? Открываю вам большой секрет. Не обязательно все само. Если у вас, как у меня, макаронцы вот такие кривые получаются, купите у соседки. Просто потом на будущее договоритесь с ней, чтобы она вам за объем давала скидку. Найдите тех, кто делает красивый макаронц. Найдите тех, кто делает красивый без эхи. Ну, серьезно вам говорю, просто найдите, договоритесь с ними, и вы будете таким образом еще больше удорожать ваш час. Почему? Потому что вы просто пришли человеку, заплатили деньги. Это она геморроилась с вашими без эхами, это она геморроилась там и так далее. А вы просто купили. Да, вы не заработали эти 50 рублей, но вы ничего абсолютно не делая, только продав эту историю и поставив красиво в баночку, вы заработали свои законные 20 рублей. Ребята, не будьте жадными, делитесь. Просто делитесь, это тоже очень важно на самом деле, понимаете. Не думайте о том, что, ой, в смысле там она больше меня заработает. Это не ваша проблема. Если вы, производитель, к вам обратились, радуйте, что вас купили. Если вы продавец, радуйте, что вы просто эту маржу получили и не стояли у плиты. Кому эта идея нравится, кто ее забирает себе, ставьте, пожалуйста, семерку. Тем более, если вас не нравятся ваши фотографии, выставляйте, понимаете. Ну, нужна же посуда под кэнди бар, сейчас до нее тоже дойдем. Все. Вы фотографируете, вы вот собираете кэнди бар, смотрите в гугле, смотрите в ютубе, смотрите везде. Насмотренность тоже здесь важна. И собираете красивый кэнди бар. У нас, кстати, курсы свадьбы на миллион, как раз как создать правильно, прям с профессиональным фуд-стилистом, очень известно. Все это расложено, прям вот-вот-вот-вот, как бы, как это делается. Курс я этот абсолютно бесплатно дарю тем, кто покупает по промокоду Крадамон Клуб, Кенут Кокеншефтинг. Более, сейчас старая модель появилась в продаже со скидкой 10 тысяч рублей, она идет за 74 тысячи. За 100 рублей в день, считайте, вы получаете еще и курс как раз по кэнди бару. И учитесь, как создавать и так далее. Вы выставляете все это красиво. Фоткайте кэнди бар с разных сторон, прям с разных-разных. Набирайте, старайтесь сделать несколько кэнди баров разных за один фотосет. Чтобы у вас не только все в розовых тонах было, но и синих, пожалуйста, но и с зеленых тонах. И так далее. Вот вам с Майнкрафтом, вот вам, если у вас детская тематика с девочками-припевочками. То есть разность. Желательно за один фотосет сделать два-три стола. Заморочьтесь. Все заранее подготовьте, прям заморочьтесь. Соответственно, обязательно отфоткайте элементы. Вот у вас есть эти макаронцы, вот их со всех сторон выкладывайте фотки. Потом будете выкладывать разные фотографии под тексты, под ваши безешки. То есть максимальное количество фотографий хороших, красивых вы набираете. Просто ваша задача. То есть если это вы делаете бесплатно, это огонь. Если вы платно, то это двойной огонь. Почему? Потому что вы за один раз убиваете всех зайцев. Вы получаете просто контенты на месяцы и месяцы вперед. Красивого, классного, охрененного контента. На который ваши клиенты смотрят и, блин, говорят, блин, Свет, куда слать деньги? Кто хочет так, чтобы вам клиенты писали, Света, куда слать деньги? Поставьте мне, пожалуйста, что мы там не ставили, восьмерки. Вот просто сидит и понимает, я хочу, чтобы мой аккаунт продавал и чтобы люди в очередь у меня выстраивались. Я вам только что рассказала, что нужно делать. Просто красивый фото-контент. Соответственно, у вас появляются в дальнейшем клиенты, вы приезжаете на оформление кандибара, вся такая в чепчике, вся обязательно в фарточке, образ не забываем создавать, вся в перчаточках, волосы убраны, либо как у меня сбриты там и так далее. То есть обязательно, must have образ соблюдать. Никаких грязных ногтей, никаких грязных перчаток, все образ, потому что это ваша упаковка, об этом мы тоже с вами неоднократно говорили и так далее. Приехала такая вся в чепчике, поговорила с клиентом, пожалуйста, если видите, да, кандибара обычно нанимаются фотографы. Обязательно взяли контакт у фотографа, прям обязательно. Прямо вот помним Оксану вот с плеткой. Обязательно берем контакт у фотографа. Зачем вы это делаете? Во-первых, вы договоритесь с фотографом о том, что вы у него попросите фотографии. С клиентом и с фотографом. Обязательно. И клиента потом укажите, и фотографа укажите. Спасибо, маловерды, скажите и так далее. Если что, предложите фотографу денег. Ребят, вы понимаете, что фотосессию организовать, какой геморрой, да, помним об этом. Это тоже сложно, это время, это ваш ресурс. А у нас время очень ограничено, мы это тоже помним. Все. Ну, у меня рак, поэтому у меня вариантов нет. Я побрилась не потому, что не хочется, что у меня рак. Такая история. Поэтому обязательно. Во-вторых, вы таким образом себе на халяву, бесплатно, вообще просто подбираете фотографа. Потому что вы, получая готовый фотоконтент, вы видите, о, как круто сфоткал-то. Смотри-ка, а моя-то с этой самой соседкой так себе, ну, для начала пойдет. А этот крутой, а сколько стоишь? И вы таким образом убьете второго зайца, который вас просто, как бы, будет пробегать мимо. Вы убьете второго зайца. Как вам идея? Вот прямо, как вам идея? Ставьте неистово мне сердечки, лайки там и так далее. И вы получаете фотоконтент. Опять же, у вас опять же появляется новый бар. Понимаете? Заказаны под клиента. И вы это можете все выставлять в Инстаграме. И вот таким образом в какой-то момент вам не нужно будет собирать уже даже фотосессии. А вообще, в лучшем случае, если у вас есть такая возможность, вообще со своим фотографом приезжать на кандибар, чтобы он его зафоткал. А как вы собираете кандибар? А что вы там делаете? Какая вы такая вся красивая в чепчике? Чтобы что делать? Выкладывать в Инстаграм. Чтобы показывать, какая вы красивая, замечательная приезжаете. Как вы это собираете? С любовью, с душой, бла-бла-бла. Понимаете? Вот такая круговая, блин, порока начинается. И вы таким делом, контент у вас делает контент. Как вам такая схема? Контент делает контент. Ставьте блинистовые девятки и так далее. И люди начинают к вам приходить. Клиенты вас рекомендуют. Ой, кандибар, девчонки, идите к Светке заказывайте. Только она. Клиенты, если вы делаете красивые, охрененные кандибары, продукты охрененные. Они вас отвечают, отмечают в своих сторис, в своих Инстаграмах и так далее. И вот они приходят, клиенты. Понимаете, клиенты делают клиентов. Как вам такая схема? Кому прям такая схема нравится, чтобы клиенты делали клиентов? Ставьте мне неистовые девятки. Почему? Потому что это и есть тот самый сарафан. Тот самый сарафан, по которому вообще кондитерам люди и приходят самые постоянные. Понимаете? Они приходят. То есть я верно понимаю, что 30 человек, которые здесь сидят, всего раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Человекам нравится эта идея. А что вы тогда здесь сидите, время тратите? Ну, серьезно я вас говорю. Ну, то есть реально 9 человек всего лишь интересно. Тогда я как бы, ну, это про что разговор? Про то, что просто пришли, послушали, но тогда не тратить свое время, уходите. Это информация, общение для вас. Не приходите на мои прямые эфиры и не слушайте, потому что просто посидеть, потусоваться, это не эта тема. Эта тема сейчас загореть с этой идеей и начать действовать. А всего 9 человекам интересно. Ну, окей. Как вы понимаете? Уходите, все, уходите. Чего сидите-то? Послушать? Ну, не надо это делать. Не тратите время, идите лучше поспите. Серьезно говорю. Понимаете? Поспите. Поэтому вот такая вот схема. То есть делаешь хорошо, хорошо будет, она работает. Она прям работает. Ну, вот просто делать, начните изначально делать хорошо. То есть вам нужно сделать задел. Бизнес – это про инвестиции. Это не то, что вы такая вышли, да, фотку там под этим сделали, под вытяжкой и в очередь выстроились. В очередь выстроились только ваши знакомые за бесплатно. Вы правда хотите за бесплатно работать? По чесничку? Ну, вот вы хотите бесплатно работать или вы хотите за деньги работать? Я верно понимаю, что здесь собрались реально люди, которые хотят на этом зарабатывать. Ну, вот просто напишите, вы хотите зарабатывать? Кто хочет зарабатывать, пишите «да». Кто не хочет зарабатывать, пишите «честно» «нет». То для себя, то есть если вы для себя делаете и так далее. Но даже для себя хочется, чтобы было красиво. Ну, то есть даже если вы для себя готовите своему ребенку, вы хотите, чтобы было красиво. Чтобы вы могли просто сказать «а это я сделала, мне так нравится». Да, это не то, что я не осуждаю никого, не обсуждаю, просто говорю, как бы, ну, на самом деле, что вы хотите? Если вы хотите зарабатывать, ну, тогда действуйте. Начните просто вкладывать в себя. Заработали деньги, вот вы заработали там первый, там, не знаю, косарь, инвестируйте его дальше, реинвестируйте. Вот я инвестициями занимаюсь, да, как бы, ко мне приходят дивиденды, я их обратно вкидываю, я их не вытаскиваю из бюджета, из оборота, понимаете? Вот все мои деньги, которые у меня приходят, да, с клиентами работают, там, в коучинге, например, мне платят клиенты деньги за это. Я не вывожу их из оборота, я их вкладываю обратно в обучение. Там, в мае я сейчас опять иду повышать квалификацию. Почему? Потому что я заработала на это, да, опять иду. То есть не дергаю там, ничего не покупаю себе. Это я, если честно, на доходы до Атера купила такая, все прибарахлилась. Вот и все. Идеи мои, опять же, они, как бы, зачастую и не мои, я просто вам их аккумулировала. Не то, что ай да я, да молодец, понимаете? Ну, вообще-то я молодец на самом деле. Просто берите, аккумулируйте, действуйте. Самое важное, действуйте. Не посижу, послушаю, а потихоньку, прямо сегодня начинайте действовать. Понимаете? Что самое важное? Оно не приходит, блин, вот так такая, сижу я на печи, как Ваня, 30, блин, не цитирую лет. И как у Вани через 30 лет, аллилуйя, купили у меня первый кэнди-бар. Понимаете? Нет, нет, так не работает. Надо действовать, надо шевелиться, надо поднять свою жопу и начать, блин, действовать. А не сидеть, говорить, ну вот у меня нет клиентов, ну вот у меня там это самое, никто ничего не покупает. По щам дам сейчас и скажу, а что ты сделала для этого, чтобы тебя покупали, серьезно говорю? Ну, а что ты сделала? Ну, серьезно, посмотрите на свои аккаунты по-честному, а вы у себя купите? Ну, просто-просто вот, а вы у себя купите? А вам правда хочется это купить? Вот вы, клиент, вы за это готовы бабло заплатить, честно затруженное? Ну, серьезно. В образование вы вкладываете, а что с действиями-то? Я тоже, честно говорю, как бы можно учиться вечно. Вот учиться можно нон-стопом, а что с действиями? Я, прежде чем наработать себе постоянных клиентов коучинг, я провела сотни бесплатных консультаций, просто сотни, чтобы набить руку, чтобы набить все это самое, сколько времени было потрачено, сколько бесплатных коучинговых марафонов было посмотрело, понимаете? Ну, проведено, вы же все это видели на ваших глазах, вот и все, поэтому действуйте, действуйте, да. Можно ребенка своему сделать, отфоткать, позвать гостей, все, можно. То есть не просто кандибар в корзину сделать, да просто делайте просто так, да своим друзьям, набивайте руку. И опять же, чем вы больше сделаете, тем больше контента, все, схема рабочая, по колесику побежала, девчонки, по колесику. Делают деньги, деньги, все, действия делают деньги. А лежать на пляжу и нихрена я при этом не делаете? Ну вот, это вот, я такая несчастная, ну, конечно, у Светы там соседки руки не из жопы, а у меня из жопы, вот такая я буду дальше лежать. А что ты сделала для этого? Ну, серьезно. Все, разозлили меня, извините меня, пожалуйста, за ваше это самое. Ну, то есть, а что ты сделала? Ну, у Светы тоже из жопы руки росли, вы-то путь ее, Света, не видели. Чего вы судите своей середины по чужой половине? Я сразу говорю, я знаю, что у меня макароны из жопы я их делала, не умею их делать, у меня их кондитер всегда делал. Мы из одного мешка отсаживаемся, у Зины, они идеальны, у Оксаны через одно место. Это про что? Это про мешок и макароны, или это про Оксану и ее руки? Ну, так Зина их миллион отсадила, Оксана первые десять. Что Оксана сделала? Заплатила Зине денег, и Зина делала все. Схема работы отработает, вот и все. Так же и вы поступаете, если вы что-то не умеете делать, идите и ищите того, кто умеет. Я не умею фотографировать от слова вообще. Я любую вещь могу сделать уродской, потому что я не умею перспективы делать, ну, не умею я, серьезно говорю. Я вообще ни хрена в этом не понимаю. Есть люди, которые, знаете, побросали все на стол, фотку вот так сделали сверху, боже мой, красота какая, боже ты мой. Пожалуйста. Очень дюжа красиво. Я не умею. Что я делаю? Я нанимаю фотографов. Я тестирую, я ищу. У меня есть постоянный фотограф, который со мной работает. Она сейчас стоит, как чугуневый мост. Серьезно говорю. Мы начинали с ней работать 3500. Сколько она сейчас стоит? Ребят, даже пугать вас не буду. Что я делаю, когда мне нужны фотографии? Я пишу. Катюнька, привет, что делаешь? Катя сейчас звезд фотографирует. Прям звездных звезд, прям которых все на слуху. И Оксана. Потому что Оксана звезда. Ну, вы же понимаете, да? Да потому что Катя мне нравится. Я знаю, что я встану у стенки, и Катя у меня мозг мой сожрет, но в кадр меня встрой, чтобы я была у нее красивая. Катя мне стилиста нашла. Катя мне в итоге красивщика этого нашла, который визажист называется. Оксана красивая. Ай да я, ай да молодец. Все. Понимаете? Я могу делать... Я сходила к фотографу, сэкономила. Сэкономила на Кате. Здесь косариков отдала. Думаю, как сэкономила. Ну и что? Фотки не очень красивые. Понимаете? Не буду я здесь приличная аудитория у меня собрала все-таки. Понимаете? Нехорошие фотографии. Мне не нравится. Я там какая-то не такая. А вот у Кати без фотошопа особо я красивая. То же самое и вы. Ищите, ищите, да? Ищите информацию. И главное, ее применяйте. А не сидя на стуле обсуждая. Ну вот, конечно, у Светы все повезло. Блин. Все только на себе. Сравнивайте себя только с собой. Клиентов своих учу. И вас буду учить. Только с собой. Ни со мной. Ни с Наташей. Ни с Леной. Только с собой. Смотрите свои убогие фотографии год назад. Вы бы видели мой зефир. У меня фотки. Я найду. Идите на фейсбук мой. Там я Оксана Пешкова. Найдите мои. Отмотайте вниз фотографии. Там вот такой, как у всех был, кривожопый зефир. Вот эти кусочки. Знаете, какашечки собачек. Видели? Вот мой Оксанин зефир. Что я сделала? Я набила руку. Сейчас даже, если я снимаю ролики. Я сейчас это давно не делала. То есть у меня получаются они идеальными. Красивыми розами. Понимаете? А руки помнят. Это как на велике кататься. Научился один раз. И все. Боже мой. Не надо сравнивать. Прям заклинаю вас. Запрещаю. Вот по щам себя бейте. Как только начинаете сравнивать. Вот триггер вам ударю. Смотрите на свои руки. И все. И вспоминаете, что нельзя. Только с собой. Смотрите на себя год назад. А год назад вы вообще ничего не умели. А может вы только на год как начали. Год назад. Я вспомню свой первый бисквит девочки. Я так радовала, что он меня поднялся. Сейчас я его с закрытыми глазами могу приготовить. Я серьезно вам говорю. А тогда просто у меня кусок говна, извините за выражение, получался. Вот этот блинчик. Я это так радовала с первым бисквитом. Я вам клянусь. Сейчас все понимают. Да, что там его делать-то? Ну что? Все. Верьте в себя. Сравнивайте себя с собой. Год назад вы ничего не умели. А сейчас вы уже что-то, вы уже что-то разбираете, что-то там. Вы молодец. Вы просто огонь, пожар, пишите, куда слать деньги. Вы молодец. Никто не молодец, только вы молодец. Все. Смотрите на себя в зеркало и сравнивайте себя с собой. Все. Не получилось что-то? Еще раз пробуйте. Про шоколад мы, да, в прошлый раз разбирали. Блин, не получилось? Еще раз плавим. Не получился? Еще раз плавим. Ребята. Ну даже, ну блин, ну у всех так начиналось. У всех, у всех. Ну редко, когда у человека прям, о боже мой, с первого раза она такая звезда. Это не профессионал. Если у вас один раз случайно получилось, вы не профессионал. У вас просто получилось случайно. Все. Вот. Я сколько продуктов перила, а пока научилась нормально торта делать. Пряники расписные. Ну вот и все. Ну это стандартно. Идите все истории почитайте. И там от великих шефов, да, там до самых этих самых. Все они начинали. Просто вы сравниваете себя с каким-нибудь шефом, у которого 20 лет за плечами. Давайте с Акзамовым и себя тогда сравнивать. Че вы? Че вы с соседкой сравниваете? Идите сразу к Ренату. Вот там, да. Вот Ренат молодец. А я? Нашли, да. Где Ренат, где вы? Рената Айда, он Айда молодец. У него команда там и так далее. И вы такая, Света, в Тывкаре дома сижу на кухне. И думаю, а че это я не как Акзамов в торты трехэтажные не делаю? Че вы, блин? Только с собой. Все. Надеюсь, я вас убедила в этом плане. Донесла до вас. До кого донесла мысль, что только с собой сравниваем. Кто это принимает? Кто это забирает? Кто нагло присваивает это себе? Ставьте мне неистовые семерки. Прям неистовые. Прям семерки меня, понимаете? Потому что это важно. Это ваше. Иначе вы заковыриваете в себе, да? И капец. Просто клиентов я по щам за это бью, да? То есть прям вообще. Вам вот по щам не могу вас ударить, да? По-русски говоря. Прям вот забирайте. Потому что это ваш путь к успеху. Прям ваш конкретный путь к успеху. Хотите стать успешными? Работайте только со собой, со своей территорией. Прям вот ставьте, кто вот прям хочет. Потому что хотите быть успешными? Работайте над собой. Это очень и очень важно. Поэтому по кандибарам, я надеюсь, я до вас донесла, что важно, что мы давайте резюмировать сегодня. Что нам важно делать классный, качественный фотоконтент. Прям качественный. Пожалуйста, прям заморочьтесь. Впереди у вас не время сейчас даже сани точить летом. Давайте, зарабатывайте. Кто хочет, ну правда, заработать себе там на отпуск, на какую-то вашу цель, действуйте. Пожалуйста, действуйте. Просто действуйте, 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 да. Не надо ржать над собой. Не это самое, не бесценивайте себя, да. И все, и ты посмотрела на свои фото с какашками 3 года назад, писец какой-то, так стыдно, думала дарить позорные фотки. Нет, оставьте на память, это ваше было, стало, это для вас. Это вы себя потом хвалить будете. Нифига, какая я крутая, какашки позорные. Смотрите, какая я сейчас крутая. Это вам идея для контента. Вы можете прямо написать, блин, как вспомнила, там сегодня, после эфира, напишите текст. Блин, сегодня была они на эфире, не знаю, обсуждали такую тему, к чему я пришла вот за этот год, например. Напишите, вот они мои какашки были, а вот что стало. Это тоже прикольно клиентам, понимаете, посмотреть было, стало ваше. Верьте только в себя, все. Только, только свой труд, да. Пожалуйста. Да. Уважайте себя, любите себя. И учитесь, и просто прорабатывайте себя. Кому важно, да, ускорять свои процессы, пожалуйста, там, кэнди-бар вам целый курс в подарок подарю к миксеру Кеннуд Кукин Шеф. То есть вы таким образом и микс себе приобретете, и ускорите свои процессы, удорожайте свою часть, потому что вы его берете без процентную рассрочку, вы на нем заработаете. Целый курс получаете, по которому вы просто начинаете действовать. Там про продажи, и про работу с рекламными агентствами, и про расчет кэнди-бара. Вы понимаете, вы просто поймите, что вы можете рассчитать любой кэнди-бар, просто любой сложности за одну минуту. За одну минуту. Кто с кэнди-барами работает, тот реально понимает, какая это круть. У вас там будет курс работы с фотографом, с профессиональным, который вам поможет это все выставиться и так далее. Поэтому пишите мне в директ хочу, получайте предложение, прям действуйте. Потому что впереди у вас, если вы сейчас начнете, прямо сейчас, у вас впереди будет горячая, жаркая пора, страда. Вы не будете летом сидеть вообще без работы, будете херачить, работать, нанимать других людей и так далее. Да, несмотря на стрёмное начало, люди продолжают заказывать, растут вместе с нами. Но ведь видите, как же круто. Все, как же круто. Понимаете, это же, кто купил Кукин-шеф, тот красотка. Кто купил, по-моему, промокоды, тот уже действует и уже готовится к лету зарабатывать денежки. Деньги делают деньги. Инвестируйте в себя. И инвестируйте, делайте деньги. Делайте деньги, инвестируйте в себя. А вот уже жиры оставляйте. Уже ими пользуйте, чтобы у вас, понимаете, поток был постоянный. Чтобы вы не сидели вот так вот, да, как бы, что-то мне работают. Что-то у меня только на празднике работа есть. Что-то клиентов где брать-то, где брать-то, да? Что это я? У меня была давно эта идея, я почему-то отложила это все. Но вот почему, задайте себе вопрос, почему. Понимаете, почему. Действуйте, действуйте, действуйте. Зарабатывайте, инвестируйте в себя. Не тратьте все сразу же, да, волосы назад. А куплю я новые формочки себе, новые формочки. А принесут ли, вот задавайте себе вопрос, это про осознанность. А что мне это принесет? Какие деньги мне это принесет? А куда я это использую? Потому что светомодное это использует. А про меня здесь что? А про меня у меня, скорее всего, никто это не закажет. То я это сейчас потрачу на это деньги. Все, вкладывайте обратно в себя, прям поделите бюджет. Тут у вас приходят деньги. 10% откладывайте на обучение, сразу прям 10%. Пришел косарик и начинаем его пилить. 10% на рекламу, это в том числе фотосессии и так далее. И 10% просто как бы фонд свободы. Просто вы потом потратите его куда-нибудь. Что-то к вам надо будет купить срочно. Того же там, не знаю, кукин-шефа вам захочется купить просто за наличку. Но я не рекомендую, если честно, выводить деньги из оборота. Берите в рассрочку. Она беспроцентная. Все проценты за вас заплатит банк. Я просто всем своим клиентам рекомендую брать рассрочку. Никого, вот всем, даже у кого, если у вас лежат там эти деньги. Я сейчас с ним более выгодное предложение. По старому шефу он со скидкой 10 тысяч рублей по промокоду Кардамон-Клуб идет. К новому шефу две насадки в подарок. Девчонки, не выдергивайте деньги. Лучше потратьте на фотосессию. Я вас спрошу, серьезно говорю. Мозг финансовый включайте, да, и считайте. Опять же, деньги за это время у вас подешевеют как минимум на 20%. Почему? Потому что рассрочка у вас на 2 года, а инфляция каждый год ваши денежки сжирает на 10%. Вспомните, что вы могли на косарь 5 лет назад купить, даже 2 года назад. И что вы сейчас можете на 1000 купить? И удивитесь, что как бы покупательская корзина ваша каждый год дешевеет. Ну, то есть не дешевеет, а дорожает наоборот. Это не я говорю, идите аналитику, статистику, посмотрите, все вот вам. Все, а вы таким образом не выдернули эти деньги, а потратили на себя, на фотосессию, на ту же самую какую-то посуду для Гантибара. Да, кстати, посуда для Гантибара. А в курсе мы тоже подробно рассказываем, как сэкономить на посуде. Рекомендую вам, ищите такие варианты, которые будут вам не затратны. Не стремитесь до этой красивейшей посуды, которые там используются, потому что она дорогая, и она очень объемная. Не забывайте про это. Ищите способы, особенно там тот же Рустик. Можно вообще там каких-то этих деревяшек набрать, все рады. То есть оптимизируйтесь. Клиентам зачастую пофигу, лишь бы вот эта высотка была. Опять же, пластиковые, не пластиковые, эти вот формы для тортов, вот эти вот, которые из пенопласта, они объемные, все, обтянули их бумажкой, бантики навязали, крустиво. Ваши же подставки использовали и так далее. Вот и все. Да. Не только в обучении, да. Не только в обучении. Действуйте, да. После первого кандибара Лена кайфанул. Вот видите, как Рустик. У нас в городе вообще не сильно распределенно устраивать кандибары. Ну и что это вам? Делайте моду. Создавайте сообщество, делайте моду сами. Не надо. Вот у нас в городе ничего не делать. Что я буду делать? Я буду ничего не делать. Не делайте. Вот все, кто сидят, ничего не делают, пожалуйста, уходите из моих эфиров. Не приходите. Сидите дальше, ничего не делайте. Вот просто сидите на своих плечах. Не ходите ко мне. Я вас прошу. Я хочу разговаривать только с теми, кто хочет действовать, кто хочет идти вперед, кто хочет забрать мои идеи, кто хочет просто вот взять их и применить, и кто хочет реально на этом заработать или для себя просто усладить свой взгляд, своему ребенку что-то приготовить, своей семье. Только для тех, кто хочет перейти в действие. Кто будет сидеть, у нас в городе ничего не работает. Что я буду делать? Ну, вот так вот буду сидеть. Аленушке, короче, не ко мне. Все, Аленушке не ко мне. До свидос. Уходите. Все. Кто не хочет видеть Аленушек, вот этих самых, вот вам новое, у вас все. Я именно люблю присылать. Все, кто не хочет видеть Аленушек, прям плюсики мне ставьте. Да. Все. Не хочу. Уходите. Аленушке, прям покиньте чат. Выйдите из чата, как в той песне. Все. У нас появилось новое имя. Есть Аленушки, которые сидят унылые такие, не имеют отношения к Алене. И есть Света, которые, знаете, моя любимая Света, софт-фкаров в действии. Да. Все. Детские отковорки. Да. Пожалуйста, уходите. Кыш-кыш-кыш. Все, дорогие мои. Поэтому действуйте. Приходите на мои прямые эфиры. И самое важное, действуйте. Применяйте эти знания. Не оставляйте их в корзинке. Потому что я вам говорю, собственно, опыта. Ну, я это прошла уже, понимаете. Как бы... Да я прошла это. И просто вот говорю вам, девчонки, не совершайте моих ошибок. Не совершайте чужих ошибок. Попытайтесь их не совершить. Я понимаю, что лучше всего мы учимся только на своих ошибках. Ну, пожалуйста, будьте так любезны, попробуйте их не совершить. Просто попробуйте. Попробуйте хотя бы применить то, что как бы... Ну, вам тупо советую, серьезно говорю. Да. Люди платят большие деньги за праздники. Вы не представьте даже какие. Да. Просто попробуйте. Ну, дайте себе шанс. Себе. Не мне, не Свете, никому. Себе. Дайте шанс. Дайте шанс. Ну, а кто хочет ускорить свои процессы, сдавайте ко мне за Кенведом. Все по промокоду Кардамон Клуб покупайте. И в нашу самую большую группу шефов вступайте. Кандибары получайте абсолютно бесплатно. Курс стоит 16 тысяч рублей. Все. Вам он абсолютно бесплатно дарю подарочек. Все. Хотите, сейчас один из курсов разыграю после прямого эфира. Все. Я вам благодарна за то, что вы смогли инвестировать в себя это время. Буду рада, если поделитесь этим прямым эфиром. Буду рада, если вы примените знания, поделитесь ими со мной. Просто похвастайтесь чем-то, если вам захочется. Можете меня отмечать по своими фотосессиями и так далее. Я реально радуюсь, когда люди не просто слушают, а берут и делают. И потом мне пишут, Оксана, благодаря вам, я вас послушала и сделала то-то и то-то. Ай да я, ай да молодец. Прямо и то, что хвалите себя. Это очень и очень круто. Поэтому действуйте, применяйте, богатейте, исполняйте свои мечты. Это очень важно. Можете себе прям назначать мечту. Все. Я побежала. У меня сейчас стратегическая сессия с очередным клиентом. Буду ее, соответственно, хвост ей напушивать, чтобы она действовала. Да, забирайте планы. Они реально рабочие. Я всегда, если я даю какую-то информацию, она либо лично мною проверена, либо лично мною проверена. Это касается моего ютуба, Кардамон Клуб, где куча информации про зефир. Идите подписывайтесь, смотрите, где куча информации про шоколад. Все. Да. Пока мне подруга пинок не дала ей лед, трунусы, боялась, дрожала, написала сама реклама. Ну, вот видите, какая вы молодец. Да. Все, дорогие мои, обнимаю. Всем реально здоровья. Всем вот просто любите себя. Без вот этих пафосных слов. А просто любите себя здесь и сейчас. И говорите, какая вы крутая. Зефир начала делать по вашим рецептам. Приезли кинулся. Очень круто. Я прям за вас очень рада. Я обожаю своего Кешу. И я на самом деле хочу, чтобы он был у каждой женщины. Чтобы он вам помогал в работе, девчонки. Чтобы он вам облегчал ваш труд. Чтобы он пока месил, вы могли посидеть даже, просто чай попить. Серьезно говорю. Чтобы и на работе он вам помогал, и вечером он вам, не знаю, борщ мужику вашему варил, самому варил. Понимаете? На самом деле. Я от него кайфую, поэтому я его с таким удовольствием вам предлагаю. Не более беспроцентное. Все. Дорогие мои, давайте действуйте. Любые идеи абсолютно прям рекомендую присваивать. Прям нагло присваивайте. Прям без совести тут даже выключайте. Вот я вам официально на это даю разрешение. Все. Прямо все, что Кратамон Клуб я делаю, это вы можете забирать. Это для вас делается. Прямо для вас. Понимаете? Серьезно говорю. Все. Я вас обнимаю, целую. Всем хорошего дня. Все. До встречи. Пока-пока.